Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю хайпить на негативе, муха-ха. Если вы вдруг пропустили, то недели две назад я выпускал видео «Почему я не люблю стратегии Paradox Interactive». Ссылка есть в описании к этому видео в верхнем правом углу появляется. Сегодня же «Почему я не люблю игры из серии Total War». Но сначала пояснение, хотя оно и не помогло в прошлом видео, и в комментариях все равно отметилась куча глухих людей, или тех, кто смотрит мои видео без звука. Я еще раз повторю, на самом деле, что Европа Универсалис, что Крузейдерс Кингс и прочие стратегии Paradox Interactive, что игры из серии Total War на самом деле я люблю. И в первую очередь эти видео для тех людей, которые у меня в комментариях пишут «Почему ты не поиграешь в ту или иную Total War стратегию?» Или «Почему ты не запишешь прохождение Европы Универсалис 4?» У меня есть на канале и стримы по этим стратегиям, и даже обзоры некоторых игр. И вот, например, для этого видео я использую материалы, которые я готовил для обзора Total War Three Kingdoms, которые я так и не сделал, о чем сильно жалею. И, кстати, у меня есть прохождение Total War Three Kingdoms, аж 9 стримов. Но дело в том, что, к сожалению, в сутках 24 часа, в неделе 7 дней у меня просто не хватает времени поиграть во всё, что мне хочется и что мне нравится. И так получается, что если мне предложат поиграть в Европу Универсалис 4, в Total War Three Kingdoms или в Сидмейер Стивилизейшн 6, то я выберу последнюю, потому что мне в неё больше нравится играть. И вот это видео, например, объясняет, почему мне больше нравится играть в подобные пошаговые глобальные стратегии, чем, например, в Total War. Какие качества в играх серии Total War мне не позволяют выбрать её в моё свободное время? При этом эти же качества могут позволять вам её выбирать. И это совершенно не значит, что вы не правы, а я прав. Это всего лишь означает, что эти игры различны. Надеюсь, мне больше не придётся эти банальные, очевидные вещи объяснять. Почему мне наплевать, что кому-то могут не нравиться глобальные пошаговые стратегии, а вам не наплевать, что кому-то может не нравиться Европа Универсалис 4 или любая из игр серии Total War. Но давайте всё-таки к основной теме перейдём. Главная моя претензия к стратегиям Total War именно в том, что они просты, слишком просты. Вы знаете, как в стратегиях Paradox Interactive слишком много всего навалено туда, куча-куча механик, так в Total War именно стратегическая составляющая максимально упрощена. Я бы даже назвал стратегическую составляющую Total War Европа Универсалис на минималках. А так как лично я больше стратег, чем тактик, то мне, соответственно, через некоторое время становится скучно наблюдать то, что происходит на стратегической карте в играх серии Total War. Хотя должен заметить, что вот в последней игре Total War Three Kingdoms существенно добавили этой самой стратегичности. Даже какое-никакое развитие городов там сделали помощнее. Поэтому мне в неё было довольно интересно играть, действительно. Но всё равно в целом стратегическая составляющая в Total War упрощена. И понятно почему. Здесь всё-таки главное — это битвы. Серия эта называется Total War, а не Total SimCity. Я высказывал к играм парадокса претензию, что они про закрашивание карты. Вот если там можно было ещё поспорить, то в Total War покрас — это основа и задача. Вся стратегическая часть Total War в любой серии сводится к тому, чтобы захватить как можно больше областей, то есть закрасить карту в цвет своей фракции. Поэтому проблема с тараканами, как я их называю, с этими армиями в один юнит, которые бегают по территориям просто чтобы перезахватить их себе, в Total War ещё более раздражающе, чем в играх от Paradox. То есть стратегически тут геймплей завязан на то, что ты каждый ход строишь домик в каждой провинции и перемещаешь фигурку армии. И здесь всё нацелено на то, чтобы сделать для нас интересную тактическую битву. Это следующая часть, которая лично мне не нравится, потому что я любитель пошаговых игр, а не рилтаймовых. А бои в Total War все в рилтайме происходят. Я думаю, многие из вас видели, как я классно в кавычках воюю в Age of Empires, например. Да в любой рилтайм стратегии я очень медленен. И несмотря на то, что в Total War в принципе-то битвы достаточно неспешные, можно и паузу использовать. Всё равно это не совсем моё. Я больше стратег, чем тактик. И больше пошаговик, чем рилтайм стратегик, блин. Третья моя претензия в том, что игры серии Total War уж как-то слишком похожи друг на друга. Такое ощущение, что работают только художники, а механиками в принципе они все одинаковы. Для кого-то, кстати, это наоборот может быть плюсом. Но мне вот нравится, что я могу взять любую часть Sid Meier's Civilization, и это будет совершенно другая игра. Другие механики, другие стратегии. То есть это действительно разные игры. Поэтому есть и поклонники, кто любит только в пятую играть, например, или только в шестую, или только в четвёртую. И это классно. Игры же из серии Total War просто шкурки меняют. Знаете, меняют временные отрезки, когда происходит действие. Ну да, там добавляются какие-то мелкие механики, но по-хорошему это всё время одна и та же игра. Пожалуй, максимально отличающаяся от всех, это Total War в мире Warhammer, который был. Ну, там действительно надо было, чтобы фракции сильно различались друг от друга, и там разработчики постарались, конечно, это воплотить. И, наверное, поэтому это одна из самых популярных игр в серии. Именно потому, что такое сильное разнообразие и различие. Но в целом такое ощущение, что просто меняют исторический антураж, а игра остаётся постоянно одной и той же. В общем, если подвести итог и вкратце сказать, мне не нравится в Total War, что стратегическая составляющая принесена в жертву тактической, которая, несомненно, очень хороша. В битвах интересно участвовать, когда ты побеждаешь превосходящие силы, чувствуешь себя и таким Цезарем Наполеоном, или там Александром Македонским. Также благодаря тому, что каждая серия Total War концентрируется на каком-то одном историческом промежутке, то атмосфера в них отлично передана. Если это игра про Китай, то ты чувствуешь себя в Китае, правда, путаешься в именах и фамилиях полководцев. Если это игра про Древний Рим, то, пожалуйста, вам античность. Про Вархаммеры говорить не стоит. Но стратегической глубины в игре нету, поэтому по второй половине, по-моему, становится довольно легко, потому что вы уже развили свою экономику, и вряд ли вас кто-то сможет сильно потеснить. А тактические реал-тайм битвы мне интересны несколько раз. Да, конечно, есть там и разнообразие, там есть и морские битвы, и осады городов, но меня это не тянет возвращаться в игру и проходить её снова и снова. Это, кстати, ещё одна из претензий. Мне кажется, любая из серий Total War имеет не очень большую реиграбельность. Вот такие мои впечатления. Как всегда, ваши возражения. Я готов почитать в комментариях, только пожалуйста, будьте вежливы и всё-таки внимательно слушайте, что я вам рассказываю в видео, чтобы мне не пришлось в третий-четвёртый раз в комментариях писать одно и то же. Спасибо, что досмотрели до конца. И, конечно же, играйте в умные игры, в Майнкрафт, Доту и Весёлую Ферму. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok